Привет друзья! Сегодня покажу как электромеханик обслуживает судовой дизель генератор. Что это вообще такое и зачем он нужен? Генератор это такая штука, которая превращает вращение в электричество. Представь, у тебя есть дизельный двигатель, как в машине, только побольше. Он крутит вал, а на этом валу сидит генератор. Когда вал вращается внутри, генератор крутит ротор, создается магнитное поле и рождается электрический ток. Без генератора корабль как темная пещера. Нет света, не работает навигация, насосы, краны, холодильники, вообще ничего, даже кофе не сварить. Итак, что должен делать электромеханик? Но начнем конечно же с самого главного, с безопасности. Первым делом отключаем подогрев питания, вешаем табличку «не включать», чтобы никто случайно не запустил. Таким не спокойнее работать и никого не шарахнуть. Открываю крышку, и сразу видно основные шины. Это такие мощные проводники, по ним ток расходится на все оборудование. Проверяю, все ли на месте, все ли закреплено. Лишнего быть не должно. Даже если все вроде чисто, продувка обязательно. Беру сжатый воздух и аккуратно убираю всю пыль и грязь. Чем чище, тем меньше риск перегрева и короткого замыкания. Теперь беру отвертку, это вообще лучший друг электромеханика. Затягиваю контакт, чтобы ничего нигде не грелось и не искрило. Такие мелочи потом могут вылезти боку. Следующий шаг. Обжимка главных контактов. Плохой обжим, это пожароопасно. Контакт греется, искрит, а то и сгорает. А хороший работает себе тихо, стабильно и без сюрпризов. По срепжимке ставлю метку. Это значит, что этот болт я проверил и затянул. Если со временем его раскрутит вибрация, при следующей проверке сразу же это увижу. Удобно и безопасно. Фильтр вижу грязный, меняем сразу, без разговоров. Нечего тут экономить. Вот и внутренности генератора. Видите? Это статор с обмотками. А внутри вращается ротор. Именно здесь и рождается электрический топ. Пыль внутри, а значит обмотка будет перегреваться. Продули все аккуратно, теперь воздух циркулируется. И генератор дышит. Воздушный зазор между ротором и статором тоже очень важно проверять. Он должен быть ровным. Если где-то перекос, будет задевание, шум, да и износ пойдет быстрее. Видите, как ему легко дышать с чистым фильтром. И температуры у него будут рабочие. Масло для подшипников. Это отдельная история. Открываем, сливаем, смотрим или нет стружки. Проверяем через смотровое стекло. После этого заливаем сверху новое масло. Смотрим уровень. Должен быть посередине. И на финал. Контакты управления датчиков. Обжимаю все надежно. Потому что именно они подают сигналы на автоматику. Ошибки и ложные срабатывания тут нам совсем не нужны. Ну вот и все. Такой вот у нас получился обход и обслуживание генератора. Если тебе было полезно, жду тебя на следующем моем видео. Задавай вопросы в комментариях. Расскажем, покажем, снимем. Субтитры сделал DimaTorzok